Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас с трудом можно найти человека, который не слышал о резко набравшей популярность игре Doki Doki Literature Club На самом деле я бы без колебаний пришла мимо, не обратив на неё особого внимания Но столько человек говорили мне Это ж грёбаный шедевр, гличи, ломанные файлы, пробитие четвёртой стены, манипуляции с файлами Ну всё как ты любишь удаляешь, а ты должна это заценить И я заценила И теперь мне есть что сказать Для начала, чтобы вы понимали, я не люблю визуальные новеллы Я не люблю гаремные визуальные новеллы Я не люблю новеллы про школьниц И я не доверяю хайповым визуальным новеллам, которые популярны в основном у аудитории значительно моложе 20 Поэтому мне было, мягко говоря, сложновато выдержать первые 2-3 часа игры Но я держалась Мне ведь обещали то, что я люблю Но давайте по порядку Если честно, на тот момент, когда Сайори приводит нас в клуб Я уже устала от зашкаливающего количества штампов на квадратный метр повествования Милые девочки, липнущие ГГ, неловкие двусмысленные ситуации Диалоги аутентично-аутичных анимешних школьниц Всё это должно было задать нужную атмосферу перед резким переходом к майнфаку, но... Не знаю Возможно, большую роль в этом сыграла пройденная накануне «Привет, Шарлотта» Спойлерить не буду, но сюжет там намного жёстче Я думаю, те, кто играл, понимают, о чём я говорю Поэтому после трёх часов беспробудного розового соплиживания Я с радостным «Да, наконец-то!» похлопала повесившись из Сайори Да, я ужасный человек Но правда, три часа бессмысленного трёпа ни о чём угробили для меня всю атмосферу Игре явно не хватило либо лаконичности, либо равномерной наполненности на протяжении всего повествования И да, без шуток, в этой новелле были собраны абсолютно все бесящие меня черты типичной визуальной новеллы Унылые невнятные диалоги, слишние комментарии о действиях персонажей, скудная вариативность спрайтов да и визуала в целом Максимально типичные анимешные девочки Ну, хотя ладно, о персонажах мы поговорим немножечко позже Я правда не верила, что эту игру в моих глазах сможет реабилитировать хоть что-то после такого-то комбо Но давайте всё-таки копнём немножечко поглубже Если взглянуть более широко, можно понять, что мы имеем дело не с симулятором свиданий, а с симулятором симулятора Игра в игре, которая играет сама себя, заодно играя с тобой, при этом игрой не является И в этом контексте выбор типичного школьного сеттинга и персонажа выглядит уже вполне себе обоснованным Всё сделано в духе стандартного японского дейтсима Но основная часть, это не борьба за признание какой-нибудь милашки Большая часть того, что стоит узнать из Доки Доки, запрятана в файлах, зашифрована, но всё ещё лишит у всех на виду, только руку протяни Ну и пороски немножечко своими мозгами Ну, не буквально, конечно же И вот тут-то и начинается самое вкусное За жутковатой историей о не совсем психически стабильной Монике, удаляющей своих подруг как мусор из корзины и её клубе юных психопаток, вероятно, кроется трендец куда масштабней и серьёзней К слову, сама Моника мне немножечко напомнила персонажа крипипасты Принцесса Можете погуглить, в поисковике первой же ссылкой выпадает Кто знает, является ли это случайным совпадением или осознанной отсылкой, но некоторое сходство этих персонажей мне показалось забавным Но в общем, вы понимаете, игра совсем не то, чем она кажется Не знаю, насколько достоверна эта информация, но вроде как большая часть обрывков имеет отношение к новой игре разработчика Что, в принципе, возводит всю Доки Доки в статус здоровенного специфического тизера Кроме того, поговаривают, что вот в новой этой игре как раз всех этих рюшечек и не будет Только боль, мясо, страдание, расчленёнка Пока не буду высказываться на этот счёт, но если всё это окажется правдой, то я определённо буду довольна Итак, какие же итоги? В целом, игра меня зацепила не особо Сюжет как таковой невнятный, прям как моя речь Но в этой игре он, в принципе, вторичен и особой роли не играет В качестве демонстрации возможностей движка и прямых рук – уверенный зачёт Все эти микромоменты с отслеживанием активных программ и вкидыванием в игру имени пользователя Конечно, не новы, но все ещё доставляют Будто игра действительно взаимодействует именно с тобой, маленький изер по ту сторону монитора Как хоррор? Ну, такое себе Всё-таки для хоррора недостаточно накидать поверхняшных мосик в ведёрка гличей и залить это всё нарисованной кровью Между прочим, об этом говорила даже Моника в самой игре Тут определённо требуется что-нибудь посерьёзнее И, к сожалению, подсерьёзнее я имею в виду нескрытую информацию в стиле крипипасты В смысле, блуждающие по мирам играм девочки – это, конечно, любопытно, но не жутко С точки зрения психологии, драмы и накала страстей Той же Шарлотти литературный клуб проигрывает сухую Так что всё общий хайп вокруг этой темы лично, я считаю, несколько преувеличенным Но как тисер чего-то большего и масштабного, ну, 10 из 10 однозначно Ждём, надеемся, протираем тетти глазик Наслаждаемся мемасиками, прозависающихся с друзьями Сайори и только Монику На этом всё, спасибо за внимание, пока-пока Ха-ха, шучу Мы ведь ещё не разобрались, кто в этой истории лучшая девочка Давайте так, сейчас я не буду касаться дополнительных материалов из файлов Давайте представим, что я не видела всего того, что видела И просто пытаюсь понять, кому бы из девчат я бы попыталась подкатить, возникне такая необходимость Может быть, Наша Сайори? Ну, она с ГГ вроде как дружит с самого детства, но при этом ни разу не спалилась со своей клинической депрессией Скрывает боль не хуже Гарольда, но после того, как спалилась, все видом показывает, насколько ей паршиво, но она держится Но ей паршиво Но она держится Эй, ГГ, ты же видишь? Держится она Несмотря на то, что ей паршиво Ради тебя, к слову, старается Ты ведь ценишь, да? Перестань ценить, это мешает ей страдать и скрывать свои страдания Такая себе и Сайори подруга Если честно, я не очень люблю такое поведение И, к сожалению, не могу, да и не хочу особо ее оправдывать Поэтому давайте-ка еще раз пошутим про то, как она здорово умеет зависать Всеобщая любимца Юри мне почему-то сразу не понравилась Ну, точнее, поначалу она мне казалась слишком шаблонной тихоней, которая табунами качует из тайтл в тайтл Отличаясь разве что школьной формой и цветами в дизайне Но, как говорится, в тихом омуте черти вовсю в вены поперек режут и кукушку расшатывают Что-то мне подсказывает, что робкая няша Юрия и без содействия Моники с ручкой ГГ бы забавлялась Вела бы себя, как двинутая Яндера-сталкерша И острыми предметами в порыве эмоций в себя бы тыкала Ну, в общем, Юрия определенно не женщина моей мечты Что поделать, Яндеры я не люблю Есть еще Нацуки Не знаю, можно ли было сделать еще более шаблонной Цундеры Но Арта точно пытался от души Хотя, что удивительно, в отличие от остальных персонажей Ее характеру дали убедительную обосну в виде букета комплексов из-за внешности и проблем в семье Увы, Цундеры я тоже не особо люблю Однако у персонажа есть убедительная мотивация Почему бы не дать ей шанс? Тем более, что она вроде как миленькая Так что да, лучшая девочка в литературном клубе для меня Подожди-ка По-моему, я кого-то забыла Хм Хотя нет, вроде все на месте Ну, раз уж я сделала свой выбор, время прощаться Все, что я тут наболтала, является только моим мнением Вы можете согласиться, можете не согласиться, мне в общем-то без разницы Так что, удачи и до новых встреч в нашем литературном клубе Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok